НПИ Ну, пошли. 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 Вот такое оно. Ну, пошли дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а как? Как? Вернулись свои пенаты? Вот руководители кафедр факультета. Сейчас мы своего найдем. Так. Вот Павел Васильевич Гордеев. Вот он. Который жил со мной в одном подъезде, который рассказал про необозримые просторы гидрогеологии в Советском Союзе. Который, собственно говоря, сюда он был начальник зав. кафедры. Вот наша кафедра слева. Кафедра гидрогеологии и инженерной геологии. Который, собственно говоря, меня привлек сюда и я сюда поступил. А это вот руководитель кафедр всего факультета. Вот это был декан Михаил Александрович Фролов. Кобелев, генерал Алексеевич, в нашем дворе я тоже жил. Это отец моих друзей по двору был. Сашка и Лешка Кобелев. Ну, все остальные уже более помоложе были. Странно, что я не вижу здесь женщину наша зав. кафедры после Павла Васильевича. Здесь был деканат, а он и до сих пор тут. Пожалуйста, вот он. Вот он до сих пор тут. В глубине этого помещения идет лекция или экзамен. А теперь, товарищи, извините, но я вынужден зайти вот сюда, поднять взор кверху и найти свое художество. Идите сюда. Идите сюда, берунчики. Иди сюда. Ну, как ты думаешь, кто вот это написал? Как ты думаешь, ГГ84, кто написал? Конечно, я. Ключом от дома, потому что больше ничего не было. Ключом от дома. Вы мрамор портите. Да, да. Вера, мрамор имеет твердость 3 и царапается ногтем. Да не, ну ладно. А точно. Крепким ногтем сарапается. Кафедра НТ и Т. Что это такое теперь? Так, сейчас посмотрим. О, братцы, вместо нашей кафедры... Что? Кафедра нефтегазовой техники и технологии. Вместо нашей кафедры гидрогеологии. Нет, все, что связано с водой. Да, все поменялось. Ну что, попробовать открыть дверь 51 аудитории? Не дается. Со стен поубирали все. Здесь были стенды, здесь были фотографии, которым по сто лет было. Старое, еще дореволюционное. Кафедра маркшейдерского дела когда-то была. У Розенбаума песенка есть. Маркшмейдер был маркшейдером, тогда была зима. И Зина в эту зиму пришла к нему сама. Си. Пришла к нему сама. Да, еще пока ремонт идет. Вот он знаменитый уникальный Минералогический музей. НПИ. Наверняка тоже закрыт. Да. Старинная табличка еще с твердым знаком дореволюционная. Вот с кафе еще при царе горохи вот эти были изготовлены, поставлены. Их еще не убрали. Надеюсь не уберут. А это химфак. Чуть не самый красивый корпус НПИ. Ну зайдем и мы в химфак. Посмотрим, поделимся. На бело-серый мрамор. Хишкет, а что же ему не работает-то? Конечно работает. Как-то так случилось, как-то так случилось. Ишкет это альпинистская база. Смотри какая прелесть. Где это? На Кавказе. Химическая лаборатория. Мы здесь тоже свои опыты производили. Ну. Смирновым-то я помню. Я в его кабинете был много раз. А я нет. Он же был ректором. А у меня бабушка убирала ректорское отделение. И соответственно... Девять... Девять лет по-моему. И соответственно я в кабинете ректора, а их сменилось за время ее пребывания, уборщицы, три. И кабинете ректора был многократным. На таких аудиториях мы учились. Вот одна из современных лабораторий за современной стеной. Внутри предметные столы, стенды, также пробирки, но уже современные. Энергофаг. Наш прекрасный стадион. И главный корпус НПИ с тыльной стороны. Вот так грызущий ограднит науки, товарищи, приглашают нас войти внутрь корпуса. Было, стало или должно стать? Нет, скорее всего, стало. Да, сверху вот они. Наверху, с правой стороны, элементы прозрачного потолка математической аудитории. Вот как он раньше назывался механический павильон. А эти названия факультетов сохранились в своей первозданности. Как были при нас. Вот такие дубы растут на территории. Сколько же, мол, десятков лет. За честь Первой мировой войны памятник. 914-го, 918-го. Да. Это непросто. Это всё очень просто. Достаточно окликнуть одноклассника, и он тут же отреагировал. Здорово! Я думаю, он не он. А потом, смотри, он поворачивает в нашу сторону горного факультета. Там его группа собралась. Мы же это уже знаем. Я же знаю, что он тоже это дело заканчивал. Ну, думаю, наверное, жмишка. А за то, что окликнут, денег же никто не возьмёт и не побьёт. Правильно? Ты к своим побежишь? Да. Беги, они там собрались. Мы видели аудиторию. Мишань. Мишань, слышишь? Они на первом этаже, налево, направо и в самом тупичке. Может быть, они с ленточками. Может быть, покурить вышли. Да. Почему? С ленточками они все сидят там. Все до единого. Я смотрел, человек 25 увидел. Но в 25 человеках, кого я увидел, я его лицо не узрел. Да, извиняюсь. Ну, естественно. Иди, присоединись. Вот сейчас мы зайдём в главный корпус НПИ. С тыльной стороны, правда. Неспарадные. Посмотрим. Должны пропустить. Музыка. Иди. Музыка. Иди. Возьми. Заходим в открытый двор. КОНЕЦ Попробуем зайти за кулисы концертного зала. КОНЕЦ Вот и концертный зал. Я здесь на сцене когда-то выступал. Анфилада портретов ректоров. Ну как же обойтись без этого? Столицы Донского казачества. Ну что может зайдем в аудиторию? Я так полагаю в 403 кабинете должно быть открыто. Ай вон он замок зараза. Вон он. Вон он. Ладно пошли дальше попробуем. Мы на четвертом этаже. Тоже закрыто. Уж какие. Осторожно. Там экзамен. Вера открывай. Там пацаны сидят бедные несчастные. И слева препод. Вот дом ученых смотри. Так здесь и остался. Дом ученых студентов. А это ректорское отделение. Здесь 9 лет работала моя бабушка Раиса Андреевна. Тем самым я попал многожды в ректорский кабинет святая святых нашего Новочеркасского политехнического института. Ну вот и главный корпус нашего НПИ. Пять проведенных здесь лет отложились на сердце и душе неизгладимыми впечатлениями. Просто неизгладимыми. И низ был.